Девочка-пай Почему говорят, что у кошки 9 жизней? Привет, с вами Евгений, это проект Популярная география на канале Вселенная Beautiful World. Откуда пошло высказывание, что у кошки 9 жизней, а не 7 или к примеру 10? Доподлинно неизвестно. Вероятно, это связано с тем, что цифра 9 часто фигурировала в мифах, легендах и изменно считалась магической цифрой, так как замыкает цикл от 1 до 9. Возможно, ловкость этого хищника и способность приземляться на 4 лапы и привели к тому, что люди начали приписывать ему магические способности. Однако, у кошки не 9 жизней, а всего лишь одна. Просто природа наделила животное хорошим чувством равновесия. Благодаря развитому вестибулярному аппарату, кошки не боятся высоты и могут ловко ходить по карнизам, крышам и прочим высотам. А в случае падения перевернуться в воздухе спиной вверх, расставить широко в стороны лапы и приземлиться на все 4. В результате такого маневра поверхность тела увеличивается и падение замедляется. То есть, срабатывает эффект парашюта. В качестве балансира в полете выступает хвост. Но это не значит, что кошки без хвоста обречены. Такие животные для сохранения импульса научились использовать задние лапы. Помимо чувства равновесия, переворачиваться в воздухе и широко расставлять лапки, кошкам помогает гибкий позвоночник. Иногда попадается мнение, что у кошек нет ключиц. И именно поэтому они меньше травмируются при приземлении на лапы. Это неправда. Ключицы у кошек есть, но прикреплены только с одной стороны, что делает животное более пластичным. Например, собаки расставлять так широко лапы не могут. Главное во время падения успеть совершить свой акробатический трюк. Поэтому высота имеет критическое значение. Как ни парадоксально, но кошка, упавшая с девятого этажа, может получить меньше травм, чем та, что упала с первого. Есть версия, что минимальная возможная для переворота высота составляет 30 сантиметров. Но мне известны кошки, которые способны покалечиться прыгая со стула на стул. А также те, которые ловко ходят по сетчатой крыше на высоте 3 метров вниз головой и удачно приземляются при падении. Так что все индивидуально. В 2019 году на Синявинской улице в Москве кот выжил, упав аж с 18 этажа. Более того, рентген показал отсутствие переломов и небольшой отек легких. Позднее выяснилось, что накануне вечером хозяйка открыла окно, чтобы проветрить квартиру. А так как специальной защитной сетки на нем не было, кот выпал. Ему повезло, но бывают и противоположные случаи. Во-первых, ловкость присуща не всем домашним котикам. Во-вторых, при падении кошка может сильно испугаться. А в шоковом состоянии чувство равновесия может отказать. В-третьих, упав, кошка может забиться в подвал или под кусты и сидеть там в состоянии шока, не отзываясь на призывы тех, кто ее ищет. Вопреки распространенному мнению о способности кошек к регенерации тканей и самолечению, они гибнут от травм и болезней, так же, как и другие животные. Так что берегите своих домашних любимцев. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!